Полюбите! Вот такая волна восторга буквально окатывает зрителей с самого начала представления. В Чувашию приехал дельфинарий с необычной конструкцией встроенного бассейна. Дружнее, дружнее встречаем! Знакомьтесь, звезды программы Эрвин и Одиссей водными людьми дельфинов называют не случайно. Физиологически они очень похожи на нас. Некоторые ученые считают, что в стае дельфинов у всех есть свои имена, по которым их различают собратья. Причем дельфинята получают имя при рождении. Тренер Денис Летин говорит, Эрвин и Одиссей очень чутко чувствуют людей, добро и зло. Их не проведешь, но они никогда не обманут. Возможно, именно этим они подкупают публику. Так или иначе, то, что эти существа разумные, сомнений после представления не возникает. Но это Гоша, белый кит. Ему не терпится тоже блеснуть на водной сцене. Ну, у него характер такой. Он тоже очень задумчивый у нас, интересный. У него свои мысли. И один из его, так сказать, козырей, это то, что он плавает перед представлением вдоль рядов, смотрит на людей. И некоторые с ним пытаются там позаигрывать, подмигивать, там, ручкой помахать. Он начинает их обливать водой. То есть ему нравятся реакции людей. Компанию троица составляют морские котики. Очаровательная умка и серьезный граф. Они умеют то, чему научиться сможет далеко не каждый человек. Вообще все артисты здесь способны. На подготовку номера уходит не больше пары недель. Эрвин, скажи, пожалуйста, тебе нравится выступать? Понимать язык дельфинов я пока, увы, не научилась. Однако тренер уверен, хоть живут животные и в неволе жизнью они довольны. Ну, если говорить честно, конечно, мы все вратуем за то, чтобы они жили на воле. Но они живут у нас не из-за того, что нам так хочется. Просто они попали в руки человеческие по разным путям. То есть кто-то болел, кого-то нашли на берегу. Естественно, выбросить в море – это опасно. Такие дельфинчики вот у нас, ну, не говорю, что они лишали там покойки с муглистом, но они разными путями попали к нам. Тяжелая судьба. И я думаю, что им у нас, конечно, более интересно. Тем более хищников у нас нет, у нас питание достойное. Посмотреть на обитателей морей, не покидая Чебоксары, можно будет до 26 июня. Расположен дельфинарий в речном порту. Узнать расписание представлений можно по телефону 21 87 21 и 21 87 27. Продолжение следует...